Здравствуйте еще раз. Мы пригласили вас, так как на сессии было озвучено о том, что поменять место земельное, то есть где вы заложили камень. Место размещения поменять на другое, которое вам подходит. С этой инициативы выступил советник Бурлаку и советник Борис Маркович. Поэтому мы вас всех сюда пригласили. Иван Иванович, есть какие-то другие у вас? Я думаю, что на сегодняшний день рассматривают данное место. Но место не обсуждается, потому что нет и заявки от данной организации, что они согласны на переносы. Значит, будем обсуждать это место сегодня. Монумент Кузьмин. Продолжение следует... 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 Вы попросили, думаю, у вас, чтобы вы были инициатором о том, чтобы перенести данное в земельный участок в другое место. Значит, в земельный участок был выбран данной организацией, где была закладка произведена камень. Вы выступили против. Я сказал, давайте соберем общее собрание с участием данной организации, вас, господина Марковича, и перейдем к одному мнению. Если данная ассоциация согласна на перенос другого земельного участка, значит, они согласятся, мы будем рассматривать. Если они согласны, тоже будем рассматривать. То есть вы хотели это совещание, мы его собираем. Да, да. Дальше, я осуществлю, что характера декабряная организация. Но, в целом, декабряное время, мы будем рассматривать, что мы будем рассматривать Республику Модову. Регистрация говорит, что, начиная с 7 ноября 1917, территорию актуальной Республики Модовы, 1. Республика Autonomя-Советик-Социалист-Модовнеаска, и начиная с 28 июня 1940, Республика Советик-Социалист-Модовнеаска, и органили Стат, в период региону Тоталитар, совершили широкий репрессион политический в массе. В процессе судебных гаузелых, в период региону Тоталитар, органили Стат административы, юридические и экстра-judicialы, ВЦК, ГПУ, ГПУ... Если ребятам нужен пункт истории, они его получат. Мы сейчас обсуждаем повестку дня. Земельные участки, у которых была закладка памятника, согласны ли они на перенос этого земельного участка, или не согласны? Вот о чём мы говорим. То, что вы нам читаете историю, я родился в СССР, и многие из них родились в СССР. Дом Львич Кремар, Монумент или НКВД, СССР не говорили про НКВД. Подождите, я прошу вас подробнее. Мы не говорим про Монумент НКВД. У меня репрессированный дед мой. И не надо говорить про НКВД. Они говорят про памятник пограничникам, с их времён. Дом Григориевич, нас толсты на сегодня читали от Мелор. Слышите с тем, что структура НКВД, подождите, мы обсуждаем земельный участок. Не надо уходить сейчас в историю. Так это их запрос. В их запросе и не фигурирует. Пожалуйста, председатель, вам скажу. Добрый день, меня зовут Николай Матсинчук, я председатель арестации победительщиков, университет был. Значит, да, в вашем запросе в адрес премиаре мы попросили выделить нам участок земли для выложения в перспективе памятника пограничникам, прошу быть внимательным, всех поколений. Это не пограничники периода Советского Союза, до этого, либо пост. То есть это пограничники всех поколений, начиная со времён Штефана, который установил границы Молдовы, и по настоящее время. Сейчас эта профессия называется «полицит де фронтиер». Значит, эти ребята выполняют те же самые функциональные обязанности по охране отечества, границ отечества. Поэтому в исторической справке, которую вы только что зачитали, приведём пример мужества и отваги тех людей, которые первые приняли на себя удар. Значит, не нужно ссылаться здесь на адресуру МКВТ, а быть внимательнее, что МКВД расшифровывает «Народный комиссариат внутренних дел», то бишь сейчас это МВД. Тогда они входили в состав. И всё, что вы потом начали говорить, это абсолютно не имеет никакого отношения. Мы ставим памятник не пограничникам и не бойам МКВД, а пограничникам всех поколений. В том числе и тем, кто в 1941 году первым приняли на себя удар. То есть на последнем совещании, заседании Ассоциации пограничников в Бельце, было принято единогласным решением, решение о оставлении за нами права на этот участок земли. Значит, мы от этого не отступаем, просим это зафиксировать. Я всё, пожалуйста. Да, вон смесь. Можно я добавлю? По месту. Просто дело в том, что я там приписывал, я слышал в прошлый раз, когда закладывали камень, Дом Булаку говорил, и там были люди, которые были с ним, что люди против, соседи против, тут будут мешать. Я живу конкретно там. Против? В Белоуслово 59. Это прямо напротив место для памяти. Там живут мои родители, я там вырос, пенсионеры, соседи, родственники. Все только за. Все говорят большое спасибо, что тут чисто, аккуратно, что тут будет память, что вы своими силами сделаете дорожки, освещение, что можно перед вечером посидеть, погулять, подышать свежим воздухом. И в то же время почтить память, рассказать внукам о том, что государство Молдова, начиная с Штепа на Чалмаре, охранялось, были установлены границы. Тогда были люди, которые защищали государство Молдова, вызывались пограничники, не пограничники, но выполняли те же функции. Потом были следующие, потом было советское время, потом кончилось советское время, были молдавские пограничники, и сейчас полиция. Ныне где перевод на службе, не на перевод? Верят эти, ну какая разница, понимаете, о чем я говорю? Не цепляйте эти слова. Я лично служил в пограничных войсках в советское время, в 85-89 годах. И тоже охранял государство, родину. Сейчас это делают молодые ребята, граждане Молдовы, которые в полиции руке служат. И партиер. И партиер. Я извиняюсь, по-молдавскими силами. Дело же тут принципов, понимаешь? Дело не в том, что НКВД, Николай правильно сказал, а всем, начиная с Штефана Чалмаре, кончаясь сегодняшним днем. Люди, которые там живут, где памятник, где мы хотим, они все за, все люди, никто не против. Пенсионеры, которые там гуляют с внуками и внучками, они тоже говорят хорошо, что тут будет чисто, порядок. Хорошо, что можно будет внукам сказать, что тут памятник людям, которые защищали родину, которые защищали Молдову, государство Молдовы, начиная с исторических времен, когда первые границы Молдовы были установлены. И кончаясь сегодняшним днем, и ребята, которые растут, и будут это знать, будут понимать, что они вырастут, они когда-то пойдут в армию молдавскую, кто-то будет пограничником молдавского, понимаешь? Воспитываются нормальные мужчины с пониманием о Родине, что Родину надо защищать, любить. Это нормально, почему нет? Почему мы к этому препятствуем? Мы, конечно, не любим Патрия Мастер, я могу обожать. Конечно, конечно. Думаю, Примар, интервemat, Думаю Архитект, стимащины Ассоциации Грэнцеяной Республике Молдова, как здесь происходит монумент У мамы- Молдовы? Потому что границы не могут. У нас нет. У нас нет. У нас нет. Да, да, да. Как мы говорим с домом Викпримаром, домом Григорищенко, сегодня мы пригласили в шеденце. Мы были в отношении с областью, об этом месте, место расположения. Я вам предложил, господинам, в городе Белц, сегодня реноверный Папа Виктория, а что, дом Викпримар, Викпримар, визави Диппакт Виктория, репрезентанты Бираулу Вамал в Република Молдова, это у аренда фромоасы, а там по-другому не может быть в Границерилу Република Молдова. А там по-другому не может быть в таком типе. У нас нет другого проекта не может быть в своем месте. Это не просто. Что из Границерилу Редову не может быть в Границерилу? Что происходит в протеиры? В инистре. В инистре. Молдова-марик. И монумер о тут же реагирует. Вопрос. Доброе утро! А честно, в СМИ, в Банне, в Моисто-Корбе, димпатизация, как мы можем, поднимать. А ну, а, в комбах, сейчас, да, ну, есть комбах, да, больше проблем. То, мы отразили, что мы, в Курпулы, но имени, с целью Моноса. Сначитель, снова историк, и уже, в сторону, спорта, бил, а молодой, и нормальный. Все, спасибо большое. Мы услышали две стороны. Ну, и, значит, в Совете Кадрува, у него есть право обратиться на муниципальный совет о том, чтобы перенести данное место. Муниципальный совет проголосует. А потом это все решение отправится все равно на утверждение в Министерство культуры. Министерство культуры вынесется на решение о правительстве, и потом правительство выскажется, правильно это или неправильно. То есть, тут есть целая длинная процедура. Поэтому, я считаю, что сейчас мы поняли вашу точку зрения, поняли вашу точку зрения. Я извиняюсь, вот мы принесли вот здесь эскизы, да, например, что мы хотим сделать. Что было раньше, что мы хотим сделать. Это за наши деньги, и есть уже и архитекторы, то есть мы смотрим. Это не будем мы принимать решение, то есть сначала ассоциальность пограничек, потом накассируем, то же самое пройдем, как мы решим, это не вашего города, мы все это делаем. Вы правильно говорите, но сегодня вопрос отложили, то есть сегодня о этом месте земельном вопрос не отбыл с сессии. Мы его должны опять внести в повестку дня. Советники должны проголосовать или не проголосовать, потом, если они проголосуют и одобрят, мы это решение отправляем на Министерство культуры, Министерство культуры утверждает, после этого правительство высказывается, правильное это или неправильное, и только после этого вы можете обращаться, заказывать себе то, что вы говорите. Это, например, к архитектору, получать разрешение на проектирование, разрешение на строительство, и только после этого вы можете начать процедуру стройки. Сейчас это все надо пройти по этапу. Прошу прощения, Николай Усатый, секретарь общественной организации муниципета. Хочу заметить, пограничник, я еще и в Приднестровске тоже состою, но только не секретарем. К сожалению, по возрасту мне пришлось побывать во многих точках. Ну, так сложилось, мы отойдем от темы. Я хочу заметить, что все, что касается созданных тех законов, которые на сегодняшний момент в Молдове, муниципальный совет действовал в своих полномочиях, согласно, который, говорится, на основании решения территориального компетентного органа местного публичного управления для создания оптимальных условий продвижения национальных и международных ценностей. На сегодняшний момент для Вельс есть уникальная возможность установить такой памятник, который был бы, ну, нет такого даже, наверное, в нашей Молдове, это уж точно, и не во всех городах, даже Украины. Мы не будем уподобляться тем людям, которые сносили памятники в Польше, Ватутину и другим военно-начальникам, которые защитили от коричневой чумы весь мир. К сожалению, вам не удалось, наверное, почитать книгу «В списках не значится» Бориса Васильева, советую. Это когда один пограничник, который прибыл накануне войны и оказался жив, когда всех уже убили, и он еще три месяца ходил по катакомбам и защищал, ну, свою родину, так будем говорить, может, до 20 апреля, вот, ушел уже в фронт далеко, а он еще остался. Сейчас, почитайте, очень интересная повесть Бориса Васильева, вот, и ценности сегодняшнего времени очень почему-то перевернуты у поколений. Так вот, этот памятник будет в наседание тем потомкам, которые будут после нас, вот, что там можно будет собраться нам, ветеранам, кто защищал эти границы. Кстати, границы остались после развала Советского Союза, тех же границах. И также дальше по этому периметру, да, сняли колючую проволоку, да, там что-то есть, но граница все равно осталась, от этого никуда не денется. Вот, когда будет общее государство, не будет Молдовы, а будем как-то по-другому называться, тогда и памятник, наверное. Но на сегодня мы живем, и мы это продвигаем. Придут другие поколения, будут что-то другое делать. У меня все, так что прошу принять внимание. К тому же, что сегодня уже сказано и раньше было сказано, во всем мире, и в том числе в Молдавии, празднуется День пограничников. На данный момент я не слышал ни на каком из уровней, правительства, парламента, что кто-то этот праздник осуждает и считает, что часть людей должна его праздновать, часть людей не нужна. Это называется свобода выбора. Если этот праздник учрежден, он действует, его отмечают, это включен в праздник, он включен в реестр, это только говорит о том, что это все соответствует времени, соответствует истории. И это не противоречит свободе выбора, которая гарантирована каждому гражданину. И коль выбрали это место, неважно, оно напротив церкви Святой Параскева, или оно на муниципальной земле, или оно рядом с церковью, я не знаю, как она, просто не помню, где раньше был кинотеатр «Юность», это все может совместно существовать, как ежегодно встречаются все конфессии мира, вот здесь они плачивают, это не мешает им сосуществовать друг с другом. Поэтому эти аргументы, НКВД, не НКВД, я историю переписывать не берусь, и не хочу, не советую никому, как когда-то говорил покойный ректор Королюк, покойный Борис Лаурентьевич, он говорил, история уже написана. Вы можете ее трактовать, как хотите, но переписать ее не сможете. Продолжение следует... 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 где и при каких условиях нет. Вот есть один тот пункт, который я зачитал. Нигде ни в каких комментариях, ребята, вот перед нами сидят юристы, пусть скажут, найдут ли они где-либо, я, допустим, не нашел. И мы уже проголосовали, там достаточно много места, это мое чисто мнение, вот здесь еще, а там достаточно места и для матери. И мы все рожденные женщиной, матерью, там достаточно места и матери установили. И с другой стороны, кому? Отцу? Отцу давайте поставим. Мы себе деньги собираем, найдите вы себе. Насчет обращения памятника матери, такого обращения нет. А, ну извините. Это просто было высказание общественного заведения. Спасибо большое, мы вас все послышали, спасибо, что пришли. Вопрос вынес на сессию, приходите, у нас оно открытое голосование, будете присутствовать на сессии, посмотрите, пройдет вопрос, не пройдет. Процедура закона, я вам сказал, сначала сессия, потом министерство культуры, после этого решение о правительстве, и только после этого вы можете обратиться на проектирование, получить разрешение, после этого разрешения, после проектирования разрешения на строительство, только после этого вы можете начать строительство данного культурного, будем так сказать, объекта. Я ничего не вижу в этом плохого, что это памятник военным, и в этом плохого ничего нет, потому что мы все с вами родились и выросли на военных фильмах, и многие из нас посвятили свою жизнь армии, и в армии я был сам с детства, поэтому памятникам военным я ничего не вижу в этом плохого. Но это опять же мое личное мнение. Каждый советник. Да, будут советники высказывать. Все, вам спасибо.